С Новым Годом! Сегодня воскресенье, 1 января. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Черепенин. Коротко о главном. В прошедшее воскресенье представитель Русской Церкви осветил московский храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокине и возглавил архиерейскую хиротонию. Мы на пути к празднику Рождества Христова, а если смотреть дальше, на пути к вечности. Поэтому дорог каждый день, который нужно проводить в добре. Духоподъемный и красивый финал года. В некоторых приходах в декабре состоялся чин освящения возрожденного или новопостроенного храма. Теперь более подробно об этих и других событиях. В Патриаршем зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялось совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Встреча прошла под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В заседании приняли участие постоянные и временные члены Священного Синода, члены Высшего Церковного Совета, а также ряд приглашенных сотрудников Управления делами Московской Патриархии и синодальных учреждений. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с приветственным словом. По сложившейся уже традиции в преддверии Нового Года мы проводим такое совместное заседание с тем, чтобы еще раз понять и прочувствовать, где мы находимся, в какой точке нашего движения, каков вектор этого движения, насколько мы двигаемся вперед и вверх, что соответствует православному пониманию человеческой жизни. Оценка объективная наших трудов может помочь нам и, несомненно, помогает в том, чтобы поправить то, что мешает правильному движению и содействовать тому, что это движение обеспечивает. В ходе заседания руководителями синодальных учреждений Русской Церкви были представлены доклады о деятельности возглавляемых ими организаций. По каждому докладу состоялась содержательная дискуссия. В прошлое воскресенье, День памяти святителя-чудотворца Спиридона Тремифунского, в Москве состоялось освящение нового храма. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Церкви равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских в Ростокине. Его святейшеству сослужили управляющие делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, а также архипастыри и клирики Мордовской и Воронежской митрополий. Пятиглавая Церковь Святых Кирилла и Мефодий возведена в рамках программы строительства православных храмов в Москве при поддержке мордовского землячества. Помещение Церкви рассчитано на 500 человек. Место для нее выбрано историческое. Веками через Ростокине шли молитвенники на поклонение в Троице Сергиеву Лавру. Здесь, рядом с новым храмом, начиналась дорога в обитель. Тебе молимся и тебя просим, Отца, Слова Господа и Бога нашего, милостивным оком призрена нас, грешных и ненастойных, рабов твоих, пребывающих всем дому небоподобным. В верхнем храме три престола. Центральный Кирилла Мефодиевский и правый имени священномученика Владимира Барцумова, левый в честь Богородичной иконы Скоропослушница. В цокольном этаже храм Святых Петра и Февронии Муромских. В воскресный день были освящены три престола верхнего храма. Затем была совершена Божественная Литургия. Аксиос! За литургией состоялась хиротония архимандрита Дионисия Шумилинова и епископа Рассашанского и Острогорского. Новый церковный иерарх будет нести служение в пределах Воронежской митрополии. За богослужением во внимание к трудам по строительству храма священник Роман Колесников был удостоен права ношения палицы. По окончании литургии предстоятель напутствовал епископа Рассашанского и Острогорского Дионисия на служение. Для христианина, а наипаше же для архипастыря нормой жизни должно являться подражание Господу и прежде всего в любви. Да будет она, эта великая сила, соединяющая человека с Богом и с другими людьми, главной движущей силой твоих решений, поступков и слов. По традиции новый епископ преподал прихожанам первое архипастырское благословение. Затем было совершено ословление чтимому в этот день святителю Спиридону Тримефунскому. По благословению святейшего патриарха возбедение новоосвященного храма курировал митрополит Саранский Мордовский Зиновий. Владыка обратился со словами приветствия к предстоятелю и преподнес икону Спасителя и на престольное Евангелие. Как знак особого Божьего благословения храмы открываются, наполняют всю землю от юга до севера, от востока до запада. Я надеюсь, вот та вера, к которой вы призываете свой народ, войдет в сердца не только наших, но и наших детей, наших внуков и грядущим поколениям. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к пришедшим на богослужение с первосвятительским словом, в котором отметил важность современного храмостроительства. Подлинная цель это состояние нашей души. Чего-то даже может не хватать из материального. Дай Бог, чтобы, конечно, хватало, но всякое ведь бывает. А вот для того, чтобы душа была спокойной, для того, чтобы сознание было удовлетворено, нужны другие цели. И самая великая цель это жизнь с Богом. Почему? Да потому что Бог всемогущий. Бог есть любовь, Бог есть правда. И живя с Богом, мы способны любить и быть любимыми. Живя с Богом, мы способны жить по Его правде. А ведь это и есть величайшее счастье. Святиши отметил, что если выстраивать в душе верную систему ценностей и приоритетов, соответствующих божественному замыслу, то и все остальное встанет на свои места. Для того, чтобы не потерять страну, не потерять семью, не растратить свою личную жизнь, вот и нужно жить в соответствии с Божьим законом. Да поможет всем нам Господь. Вот именно так жить они начнут. Пусть Господь милостью Своей поможет каждому из нас обрести правильный вектор нашей жизни. Поможет каждому из нас разумно и спасительно для души и тела выстроить наши жизненные приоритеты. И да поможет Он навсегда и при всех обстоятельствах сохранять искреннюю веру в Него, в нашего любящего Отца, Всебогущего Бога. В дарно обосвященному храму патриарх Кирилл передал икону Благовещения. Затем вручил церковные награды. Всем участникам богослужения по благословению его святишества были вручены иконки равнопостальных Кирилла и Мефодия. В день памяти святителя Спиридона Тремифунского торжественное богослужение состоялось в мужском монастыре Борисполя. Служение Божественной Литургии возглавил правящий архиерей митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Следующий сюжет подготовлен по материалам ютуб-канала, управляющего делами Украинской Православной Церкви. Жизнь и труды святого Спиридона поражают удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. С детских лет святой Спиридон пас овец и жил чистой и богоугодной жизнью. Его доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих людей. После смерти своей жены святой Спиридон был избран людьми епископом города Тремифунта. Еще при жизни Господь прославил своего угодника. По слову святителя пробуждались мертвые, укращались стихии, сокрушались идолы. В праведности и святости прожил архипастер города Тремифунта земную жизнь и в молитве предал душу Богу. За добродетельную жизнь Господь чудесным образом удостоил мощи святителя Спиридона нетлением. Прославленный во святых, чудотворец на протяжении веков чтится и у себя на родине, и во всем мире. Почитается как блюститель веры, защищавший ее перед лицом волны ересей, как хранитель добродетельного житья и молитвенник за народ Божий, в какие бы трудные времена не приходилось жить христианам. Мы переживаем очень непростой период в церковной истории. Но что бы ни делали враги в отношении нашей церкви, ее невозможно победить. Нашу церковь хотели уничтожить неровные Диоклетианы, Сталины, Ленины, Дзержинские, но никто не смог этого сделать. Потому что церковь — это не общественная институция. Церковь основывается на Христе Спасителе, который вечен, который альфа и омега всякого жития. И в земном измерении можно закрыть храмы, заключить людей в тюрьмы, и расстрелять, убить. Но Христа не убьешь. Нельзя убить Бога, и благодать Духа Божия. Она воспитает других, может быть, еще больших, великих, смиренных и дерзновенных служителей алтаря Господня. И церковь будет иметь свое продолжение. Мы же должны так устраивать свою жизнь, чтобы сберечь себя в церкви, чтобы мы могли питаться теми дарами божественной трапезы, которые обильно изливаются народ человеческий. Праздник духовной радости, торжество веры православной, восстановления исторической справедливости. В Санкт-Петербурге, в возрожденном храме иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость с грошиками, впервые за 105 лет состоялась литургия архиерейским чином. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофий. В 1888 году от удара молнии сгорела часовня при императорском стеклянном заводе. На месте пожара была обретена невредимая икона Божией Матери всех скорбящих радость. К ней чудесным образом прилипли мелкие монеты, грошики из ящика для пожертвований. Часовню вновь отстроили, к иконе не прекращался поток паломников. В 1893 году император Александр III пожертвовал деньги и участок под храм по проекту Александра фон Гогена и Александра Иванова. В 1898 храм осветили. В начале 20 века для чудотворного образа построили часовню в русском стиле самую большую в России на 800 человек. Храм в советское время разобрали. В часовне находилось техническое производство. Верующие прятали образ, а после войны отдали в храм Кулич и Пасха. В 1991 году часовню передали епархии. Долгое время она действовала как храм. В восстановлении исторического храма началось в 2017 году. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Грех, она как тень с нами уходит, от нее никак вот не избавишься. Постоянно рядом с нами. Насколько нужно внимательно, вести трезвую жизнь, чтобы нас с вами не согрешать. И сегодня я всегда полагаю читать Евангелие, где рассказывается притча о званных на вечер. Вот Господь уготовил пир для всего рода человеческого и приглашает всех людей принять участие в этом пире. Это притча как раз об отношении людей и Бога. Господь приглашает всех нас в радость, в любовь, в Царство Небесное. Что же говорят люди? А люди говорят, нет, мы заняты. Я купил валов, я женился, я то-то приобрел, и мне некогда прийти на этот пир. Мы стараемся душу свою напитать прахом, а душа прахом не питается, она просто умирает. И поэтому все наши заботы, они все эти напрасные. Потому что заботиться нужно только о том, как нам спастись, как спасти наши души. Это главная забота. А все остальное земло нам приложится. И это никуда не денется. Жизнь заставит нас и есть, и одеваться, и строить дома. Это все будем делать. Но на втором плане, первый план – это спасение нашей души. Храму была подарена икона святого Александра Невского. Священник Богдан Полевой, настоятель храма, за усердное служение Святой Церкви и в связи с 40-летием был награжден медалью святого апостола Петра. В ответном слове настоятель поблагодарил Владыку за молитву и отметил, что предыдущее архиерейское богослужение в этом храме было совершено в 1917 году. Митрополит Варсонофий и сопровождавшие его лица посмотрели музейную экспозицию в крипте храма. Отец Богдан провел для правящего архиерея экскурсию. Храм на границе Европы и Азии. Церковь святителя Спиридона Дремифунского в поселке Палникс посетил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. История местного прихода связана с историей коттеджного поселка. Вместе с постройкой домов встроилась и деревянная церковь. Сейчас община возводит часовню в честь святого врача Евгения Боткина. Подробности далее. История этого храмового комплекса в Палниксе началась в 2009 году. Тогда был заложен Спиридоневский храм. А в мае этого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений осветил купол и крест водосвятной часовни. Накануне престольного праздника правящий архиерей посетил приход, чтобы поздравить жителей поселка с Днем памяти их небесного покровителя. Из жития святого Спиридона мы знаем о многочисленных чудесах, которые он совершал. Свидетель исцелил тяжело больного императора Констанция, оживил свою умершую дочь Ирину, чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной женщиной. В Антиохии воскресил грудного ребенка язычницы, а затем и саму мать, упавшую замертво от потрясения увиденным чудом. И сейчас угодник Божий продолжает помогать людям, обращающимся к нему. Святитель был замечательным человеком, очень разносторонним, разнообразным, и добрым семьянином, и пастухом, и как впоследствии увидели его современники. Он стал человеком, который, с одной стороны, такой простой, не ученый, а с другой стороны, он переубеждал философов, он возжигал веру в неверующих, он любовью своей умилял сердца, тех, у кого сердца уже были охлажденные. Святому Спиридону обращаются за помощью в болезни, ему молятся в затруднениях с жильем, в бедности, в прочих житейских неурядицах, о защите от воров, но главное о даровании веры и простоты сердца. И теперь, спустя много лет, люди идут поклониться этому святому в надежде на помощь и предстательство перед Богом. В храме поселка Палникс есть частичка мощей святителя. В прошлое воскресенье митрополит Тверской Кашинский Амвросий совершил великое освящение двух пределов Воскресенской церкви Твери. Ее еще называют храмом трех исповедников, потому что северный предел храма посвящен святым ученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву. Освящен был и этот предел, и южный в честь образа Божьей Матери именуемого Взыскания погибших. Воскресенская церковь, что за Волгой, более известна в народе под названием трех исповедников. Покровители семьи, святых мощеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Это храм необычного облика. Единственный из тверских храмов, он сочетает в себе сразу три архитектурных стиля барокко, классицизм и ампир. Освящен был в 1731 году. После революции 1917-го церковь была закрыта. Два яруса колокольни и фрески уничтожили. В советские годы в здании располагались музей здравоохранения, дом санитарного просвещения, клубы. И лишь в 1993 году храм был передан Тверской епархии. Началось его восстановление. Аллилуйя, 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 Сегодня эту старинную церковь посещают многие. Молодые люди, семьи с детьми. На приходе действует приходской семейный клуб, театральная студия, мастерская, организованы занятия по подготовке детей к школе, церковному пению, изучению церковно-славянского языка, работают воскресной школой для детей и взрослых, ведется социальная работа. Завершая божественную литургию, которая была совершена после освящения храма, архипастер с духовенством совершили славление перед иконой святителя Спиридона Тремифунского. Митрополит Амросий поздравил всех с памятью святого чудотворца, которое совершалось в этот день, а также святых праотец, память которых приближает нас к празднованию святого Христова Рождества. И, конечно, со знаменательным для всей Твери событием, освящением еще одного Дома Божия. Освящены все три престола храма Центральный, алтарь которого посвящен Христову Воскресенью. Совершено завершение того, что должно быть. Конечно, внешне храм будет дальше Богу содействующую и трудами настоятеля, и прихожан благоукрашаться, возможно, через какое-то время и расписываться, но самое главное здесь уже совершено. Подобно тому, как ребенок, когда рождается, он, безусловно, является полноценным человеком, созданным по образу и подобию Божию. Но начало его пути в Царство Небесное происходит именно в таинстве святого крещения и последующего за ним миропомазания. Храм начинает жизнь полноценной жизни. И он является тем светочем, который благодать свою распространяет и по всей округе, находящейся за пределами этого храма. Так мы верим и об этом мы, конечно же, молимся. Во внимание к трудам на благо Воскресеньской церкви были награждены архиерейскими грамотами особо потрудившиеся прихожане. В Москве прошел очередной марафон добрых дел «Корзина доброты». В акции по сбору продуктов питания для малоимущих и пенсионеров, которая была организована во всех магазинах известной торговой сети внутри МКАД, приняли участие более двух тысяч добровольцев. О том, как проходил марафон и о его итогах, наш следующий сюжет. Предновогодний общегородской марафон «Корзина доброты» акция, которая в столице стала уже традиционной. Ежегодно она привлекает тысячи жителей Москвы, желающих поделиться частичкой добра с теми, кто нуждается в помощи. В планах организаторов акции было собрать четыре тысячи продуктовых наборов и отправить их благополучателям в девяти регионах страны. Наш проект «Корзина доброты» существует с 2015 года. Тогда мы начинали с одного города, города Пермь. Сейчас можем вместе с волонтерами собирать продукты одновременно в 670 магазинах. И с каждым годом эта акция набирает обороты. Понятно, что такая помощь, особенно сейчас, очень нужна. Радует тот факт, что люди откликаются, готовы помогать и словом, и делом. Чтобы стать участником акции, нужно было прийти в один из московских магазинов, где проходит акция, купить что-то из перечня продуктов длительного хранения и передать их добровольцам проекта. Из этих продуктов затем были сформированы корзины доброты, помощь одиноким пенсионерам и семьям с детьми из Москвы и Подмосковья, а также из Вологодской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Тульской и Воронежской областях. Такой формат благотворительности доступен буквально каждому. Мы с 2012 года еще сотрудничаем с храмами и приходами Русской Православной Церкви. Активно вовлекаются церковные волонтеры. И в магазинах сегодня, в магазинах Москвы сегодня, в том числе, вышли волонтеры, которые уже не первый раз принимают участие в акции. Такой продовольственный марафон объединяет самых разных людей, развивает благотворительность и добровольчество. Не случайно проект «Корзина доброты» стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Какие продукты нужны, узнать можно было непосредственно в магазине во время проведения акции у добровольцев проекта. «Поскольку мы собираем продукты для семей с детьми и одиноких пожилых, то обычно это такие самые базовые продукты. Это гречка, крупы, масло очень нужный продукт, консервы, овощные, рыбные, мясные. И поскольку это все-таки предновогодний сбор, то мы собираем сладости в новогоднем столе». В этом году за время проведения акции горожане пожертвовали более 28 тонн продуктов. А вместе с продуктами от партнеров акции крупной торговой группы России общий сбор превысил 43 тонны. Из собранных продуктов было сформировано 6671 продуктовый набор. В день памяти святителя Иоасафа и епископа Белгородского в северной столице отмечали престольный праздник в храме, посвященном святому. Митрополик Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил приход и возглавил в церкви божественную литургию. Подробнее в сюжете петербургских коллег. Единственный в Петербурге храм святителя Иоасафа Белгородского находится в Выборгском районе города в поселке Парголово. Его внешний облик отличен от привычных петербургских храмов. Деревянный, рубленный, похожий на терем, он был построен по образцу Петропавловской церкви Волково острова в Онежском озере. Храм святителя Иоасафа осветили в 2011 году. Божественную литургию в престольный праздник в уходящем в 2022 совершил митрополит в Арсенофии Санкт-Петербургский и Ладожский. Для священной митрополиты и архиепископы и епископы и весь священческий монашеский чин братью святаго храма Сегон вас и всех православных христиан напоминет Господь Бог во царстве своем всегда ныне и пресно и во веки веку. Иоасафский храм в Парголове был и раньше его построили в начале 20 века на деньги купца Рыжова но в 1940 закрыли разорили перестроили под другие нужды. Новый храм находится неподалеку от своего исторического места. Святитель Иоасаф Белгородский не самый известный в широкой среде святой 18 века но у митрополита Варсенофия его имя и житие часть личной истории. Я с ним познакомился когда был в Троицергиеве Лавре у нас тоже был предел в трапезном храме при Парголове Сергия предел был в честь Отца Белгородской и нас часто ранние литургии у нас совершались там как раз в этом пределе и вот я туда поинтересовал житие оказывается он был наместником Троицергиев Лавры в трудное время когда Лавра сгорела деревянное строение ему пришлось там останавливать житие святого побудило владыку заговорить об иконах о том какую ценность представляет для нас каждая из них вот одно из чудов когда ему Божья Матерь во сне явилась и сказала что в таком-то селе ее икону выбросили в мусорку вот о чем это говорит о том что Матерь Божия смотрит за каждой своей иконой где бы сами их не хранили она их видит поэтому всегда хранить иконы в нужном месте в таком святом углу не где-то там в серванте в шкафу как не отредел светские а хранить их в уголку потому что все святые и Матерь Божия они видели где иконы находятся в завершении проповеди митрополит в арсенофии дал напутствие всем постящимся и напомнил что главная наша цель спасение души стяжание царствия Божия первое богослужение в храме Копенгадина в епископском сане епископ штутгартский Иов посетил приход благоверного князя Александра Невского векарный архиерей несет свое служение в германской епархии русской православной церкви за границей объединяющей приходы трех стран помимо самой Германии туда включены Австрия и Дания из столицы королевства наш следующий сюжет храм Александра Невского в Копенгагене был построен в конце 19 века при личном участии императора Александра Третьего и его супруги Марии Федоровны после Первой мировой войны приход становится центром русской эмиграции во главе с вдовствующей императрицей И этот храм как раз служит как прибежище для иммигрантов для всех, которые здесь находятся в Чужбине, в Копенгагене и дает кусок Родины для меня это большое удовольствие поскольку я уже бывал здесь с митрополитом Марком как провожающий очень хорошо знаком с наместником Батерием Сергием В декабре исполнился год со дня хиротонии епископа Штутгартского Иова викария германской епархии русской зарубежной церкви и вот в декабре владыка впервые возглавил в Александра Невском храме архиерейскую литургию Музыка не просто хобби владыки Иова архипастер пишет богослужебное произведение а в монастыре святого Иова Почаевского регентовал, ставил голоса участникам хора Я несу свое служение в Штуткарте в немецком городе и там у нас тоже царский храм с 19 века я живу хотя бы в мужском обители преподобного Иова Почаевского в Мюнчине тоже в Германии в Баварии и там как раз мы уже живем с 45 года уже с 45 года у нас там существует мужской монастырь и у нас последние 10 лет места стало мало и братья растет и наши действия растет у нас больше и больше забот и мы уже долго и долго ищем новое место и вроде бы его нашли 2 года 2 года 2 года назад нашли такой замечательный замок упустевший недалеко от Аугсбурга и мы с тех пор собираем средства чтобы приобрести этот замок поездки по приходам по словам владыки дают ему много сил и благодати германская епархия русская зарубежная церковь очень живая у нас есть молодрожные работы съезды у нас есть богословские съезды и встречи у нас пастырские завещания вообще у нас в данном моменте больше семидесяти храмов и столько же и священников видеорепортажа из Копенгагена подготовили православный датчанин Кеннет Холл Олсен и отец Александр Волохань который сослужил владыке Еву на вершине храма Александра Невского колокольня со множеством колоколов отсюда раздается звон паскальный радует жителей Копенгагена главному благовестие возвещая воскресение Христовым отметим также что приход Александра Невского в Копенгагене готовится молитвенно встретить Новый год 31 декабря состоится всеночное бдение а 1 января литургия по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в Новосибирске состоялся шестой межепархиальный турнир по футболу на кубок имени благоверного князя Александра Невского соревнования прошли на территории центра спортивной подготовки Заря подробнее о событии в репортаже наших коллег из Новосибирской митрополии в этом году в престижных соревнованиях принимают участие сильнейшие футбольные команды шести епархий Русской Православной Церкви Сибирского региона в их составе семинаристы и прихожане храмов а также священнослужители примечательно что каждая команда при подготовке к турниру прошла через все этапы тренировочного процесса и готова к решительным и зрелищным соревнованиям с приветственным словом к спортсменам их наставникам и болельщикам от имени митрополита Новосибирского и Бердского Никодима обратился благочинный третьего градского благочиния протоиерей и Яков Конкин дорогие спортсмены уважаемые горячие разрешите от имени управляющего властивирской епархией митрополита властивирского и Бердского Никодима сердечно приветствую всех вас передать благословение святого священшего Владимира пожелать помощи Божьей в спортивных состязаниях душевного мира по молитвам Пресвятой Благородицы и святого благородного великого князя Александра Невского Пожьей В упорной борьбе за первое место победу держала команда Новосибирской епархии на втором месте спортсмены из Томска на третьем кузбасские футболисты В Ставропольском крае при храме была организована столярная мастерская ее цель не только создание предметов мебели и декора но и воспитание детей о том как столярка объединила детей, педагогов и духовенства наш следующий сюжет из села Заветное Готовься не летом а скворечники зимой так решили в столярной мастерской Тектон эта артель была создана при храме иконы Божьей Матери Скоропосложница хотя местный батюшка изначально не столяр и не плотник да и в этой мастерской работают не только над домиками для птиц но и над своей душой наверное будет неправильно воспринимать деятельность нашей мастерской только как некие педагогические процессы получения вот тех навыков которые мы обучаем нет мастерская это такое вот место такое вот благоприятное скажем так почву для того чтобы поговорить с детьми шум электропил и перфораторов не мешает общению ребята всегда ждут встреч с батюшкой в неформальной обстановке наши дети безумно его любят он их привлекает своими креативностью любовью к жизни с ним можно поговорить обо всем и он даст ответ на всевозможные вопросы в рамках учебного плана и внеурочной деятельности наши дети все побывали в мастерской у отца Михаила причем некоторые каждый раз говорят а когда в следующий раз мы пойдем в эту мастерскую также проект нашел поддержку у администрации района для нас взрослых все сделать так чтобы у них это все получалось и они были еще больше уверены в себе потому что они идут на смену нам и они должны быть лучше лучше чем мы добиваться больших результатов отсюда то что они умеют руками они никогда не забудут это сто процентов в рамках изучения предмета технология который появился в расписании у школьников на замену труду сюда будут ездить дети и из других населенных пунктов данную мастерскую посещают не только дети села заветного но также дети окружающих сел в будущем году мы уже запланировали проведение ряда мастер-классов отцом Михаилом где будут приглашены дети из всех школ нашего Кочубейского округа оборудование здесь куплено на президентский грант и грант Росмолодежи в артеле с радостью обучают всех желающих новым навыкам и умениям подробности в группе столярной артели Тектон в социальной сети ВКонтакте Возрождение пряничной традиции с этой целью в городе Дмитрове прошел фестиваль пряников еще во времена московского княжества Дмитровский уезд славился своими производителями кондитерских изделий а позже пряники из Дмитрова продавались даже в Париже Берлине и Лондоне жители Западной Европы издавна дарили друг другу пряники на Рождество Христово со временем этот обычай прижился и в России в музее-заповеднике Дмитровский Кремль напомнили о самых вкусных традициях зимних праздников Архангельские, тульские, городецкие эти пряники известны многим а еще есть пряник Дмитровский на протяжении четырех дней фестиваль Дмитровский пряник дарил радость и праздничное настроение жителям и гостям города гости фестиваля не только могли попробовать пряники но и сами приготовить вкусный сувенир очень рады всегда бывать в Дмитровском музее краеведческом особенно на зимний праздник сейчас праздник пряника это фантастика здесь такая движуха всегда здесь всегда что-то происходит ну сегодня это национальный наш достоинство это тульский Дмитровский пряник мы восторг а мастера кулинары представляли на конкурс своей работы я такой сделала на этот фестиваль пряник всем новогоднего настроения такого светящегося живого радости тепла и добра и мира до революции в городах деревнях и селах все рынки перед Рождеством Христовым заполняли лепные расписные и печатные пряники они рассылались в посылках по всей России так как хранились долго и надежно а еще пряниками украшали рождественскую ель так дом в праздник наполнялся особыми сладкими запахами имбиря и корицы Ильинская слобода так называется программа действующая в Нижнем Новгороде и направленная на восстановление храмов и других исторических зданий в районе улицы Ильинской среди возрожденных храмов красивейшая Вознесенская церковь где состоялось освящение колоколов Вознесенская церковь на Ильинской улице в Нижнем Новгороде 400-летний храм который на какое-то время был отнят у прихожан осквернен возрождается новое событие вписано в летопись этого храма освящение колоколов чин освящения колоколов для храма в честь Вознесения Господня совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий Вознесенской церкви 400 лет впервые на этом месте в 1621 году был построен деревянный храм в Ямской Слободе здесь селились ямщики в 1715 году во время большого пожара здание сгорело и новую каменную церковь строили на деньги неравнодушных местных жителей Действительно как в свое время его строительство воссоздание так и возрождение сегодня происходит благодаря доброму участию большого количества людей спонсоров попечителей которые неравнодушны к необходимости возрождения нашего города его святынь возрождение нашей страны некогда 20 лет назад у нас начиналась программа под названием Иринская Слобода чтобы нам восстановить и храмы и исторические здания в районе улицы Иринска предстоял огромный труд и казалось нет никаких возможностей чтобы решить благоуспешно наши намерения вот прошло это время мы видим как започаяние засияло золотыми куполами своими древними улочками и строениями Я сюда приходила на молитву раньше ездила вот сейчас поближе к дому стала а сегодня просто такое событие хочется с владыкой помолиться такая красота изменилась много было хорошо стало еще лучше наш храм стоящий почти столетия безголоса были какие-то колокола ну так маленький зазвон тихий слабый вызывающий посмотрите на меня я в разрушении посмотрите на меня я погибаю и Господь был милостив к нам он услышал молитвы всего на звоннице Вознесенской церкви теперь 12 колоколов их общий вес составляет 4 тонны 881 килограмм самый большой благовестник весит 2 тонны 600 килограммов колокола для Нижегородской церкви были изготовлены на колокольном заводе Владимира Шувалова в городе Тутаеве Ярославской области Такой запомнилась уходящая неделя теперь коротко о том какие важные даты церковного календаря ожидают нас на предстоящей неделе завтра 2 января день памяти священномученика Игнатия Богоносца и праведного Иоанна Кронштадтского во вторник 3 января день памяти святителя Петра митрополита Московского 4 января великомученицы Анастасии Узарешительницы 5 января равноапостольного Наума Ахрицкого 6 января в пятницу рождественский сочельник от последний день рождественского поста и в субботу 7 января Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в воскресенье 8 января Собор Пресвятой Богородицы и Неделя Святых Бога Отец праведного Иосифа Обручника пророка псалмопевца и царя Давида и апостола Иакова брата Господня и первого епископа Иерусалимского На этом время нашей программы подошло к концу Прибывайте с Богом Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok